всем доброе утро расскажи сарочка куда ты ходишь сара у нас наконец-то пошла в летний лагерь не успела закончиться школа как она пошла в летний лагерь спортивным уклоном они там с утра до вечера и кушают бегают и прыгают приходит такая уставшая просто вообще нет слов я такая довольна что она у нас не сидит в айпаде все она там у нас развлекается обучают их возят в разные зоопарки еще я пью воду фиджи она не дешевая специально как для профилактики хочу поэкспериментировать и попить как катя мне сказала хорошую воду 2 литра в день нужно пить в общем одна вот эта бутылка литровая стоит 2 доллара сарочки находится лагерь в очень красивом месте здесь парк рядом озеро детская площадка нет мы не рано просто там все внутри уже конечно во флориде природы просто великолепнейшая очень красиво по утрам еще не жарко так тепло так хорошо можно гулять бегать купаться в море для сара выделили locker ящичек у сары кстати крепатура после нескольких дней гоняет по спорту очень хорошо сара в лагере теперь можно спокойно позавтракать у меня здесь хумус морковь огурчики то есть сыром не очень полезно это с ягодками кофе из гриба рейши и птички красивые птички вообще вид такой классный я здесь очень редко кстати завтракаю но если прихожу то прям кайфую получаю удовольствие ну пока завтракаю могу с вами поболтать как называется мукбанг да куда ешь и болтаешь на камеру хумус и морковь если подвести итоги то сара догнала своих сверстников классе где-то даже лучше в некоторых моментах например математики вообще у меня умничка прям как орешки решает единственный момент который ей нужно подтянуть это чтение за лето именно на английском языке конечно для нее это было сложно разговор на нее супер она идеально разговаривает без акцента понимает без акцента так что наша цель за лето это подтянуть чтение и письмо примерно на две ступени она встает на две ступени вот а сейчас я как бы отдала ее в лагерь вы видели все лагерь очень классная тема жаль что они платные потому что я знаю что в штате юта есть бесплатные лагеря детские но у нас здесь все платные от 60 долларов в неделю и выше мы платим за наш детский сад 100 долларов в неделю слава богу нам бабушка помогает лагерь пять раз в неделю с 7 до 6 вечера ну в принципе вы можете ребенка привезти попозже и забрать пораньше это все от вас зависит честно сказать за год я очень редко сюда выходила позавтракать вот единственное что решила сейчас выйти напоследок потому что у меня заканчивается лизинг скоро и мы будем переезжать еще пока не решили куда но я вам конечно же сообщу попозже смотрю разные варианты приезжаем потому что хочется сменить обстановку и здесь немножко мне скучновато ко мне приехал мой заказ это новая щеточка фарео луна 2 раньше у меня была мини версия которая меня вполне устраивает я ее беру с собой в поездке классно очищает кожу так как я была удовлетворена луна мини 2 то захотела получить более расширенную функциональность эта щеточка побольше тоже фарео луна 2 на двух стороне смотрите с этой стороны идет щеточка для очищения с обратной стороны для массажа лица обратная сторона дает пульсацию и вы после очищения делаете массаж лица массаж лица я очень очень люблю это щеточка голубого цвета она для комбинированной кожи отшелушивает мертвые клеточки откупоривает пору удаляет макияж загрязнение с лица очень классно очищает мы сегодня на ланч юли с валерий приехали классное место тут полезная еда green market кафе заказали себе пол с это типа салат это не пиво похоже на пиво это чай зеленый до сих пор я тестила водостойкую подводку встретите уже второй день она у меня держится вот я заказала супер футбол в общем органики но там капустаки брокколи авокадо еще что-то там в общем будет будет кино а мы заказали дополнительно снятина и мороженое из йогурта подарок видите какая красивая порция большая здесь и коричневый рис орешки курочка брокколи соус думаю авокадо тоже есть это там потом соус оооо юля say hi hello и валерия снять снять да красивая 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 а мы с валерия поширили одну на двоих и заказали вместо риса киноа авокадо то есть тоже очень много смотрите вот такая у нас чудо-машина пока сара едет с лагеря смотрит через проектор мультикубик мультфильмы еще и на русском языке да у нас вот такой красивый белый мультикубик синимут в нем много разных мультиков можете сами загрузить диафильмы книги удобно вбрать в поездку самолеты с собой в путешествие состоите в пробке то вообще золотой золотой мультикубик я на него ссылочку оставлю в описании под этим видео а мы приехали на коньки сара до сих пор катается на коньках покажи как уже получше конечно если бы она в наших странах тренировалась то гораздо быстрее бы научилась но я не хочу чтобы она профессионально этим занималась просто для just for fun как в америке говорят для развлечения чтобы лишь бы чем-то занималась но не сидела дома да с нами знаменитая звезда тампы с сегодняшнего дня валерия почему звезда флориды вообще дать а скоро вообще как в америке стать популярным легко ну может быть легко вы должны быть везунчиком и у вас должна быть обычная российская трешовая история со свадьбой то есть я вам сейчас расскажу историю и больше чем я уверена никто из вас не удивится этой истории вообще никто не удивится что так бывает но американцы очень удивились этой истории и благодаря этой истории валерия стала звездой сегодня просто сегодня в общем вкратце несколько дней назад валерия работала на свадьбе подобно целый день и там сзади подкатывать стал трясти своими булками какой-то пьяный мужчина и пока она фотографировала жениха и невесту первый танец первый танец а еще типа вот такой важный танец да важный момент смотрят и появляется чувак и давай рассказывать и я при этом не поняла что происходит но он передо мной выскочил на dance floor на пол начал фотографировать танцевать я вас фотографировала и тут же начало фотографировать реакцию своих женихов с невестой потому что начали у них спрашивать мы знаем ли этого мужика почему он танцует посередине пола а и в итоге все это этим закончилось пока я утром его вы его вывели он еще пытался опять вернуться а потом оказалось что этим утром его уже вставали ночью и он у нас был на новостях и и за счет того что он был у нас на новостях я увидела и послала им фотографии реакции жениха и с невестой и его я вам покажу фотографии и вот теперь мне нам стоп звонят все радиостанции и телевизор станции новости я уже позвонила за вам интервью сейчас мы едем будем давать два интервью то что я выставила эти фотографии показала они хотят услышать историю они так радуются они так благодарны мне за эти фотографии за эти историю из то что им даем время а мне конечно реклама моему бизнесу пойдем поставим представляете просто за счет того что валерия сфотографировала реакцию жениха и невесты что они так смотрят я вам покажу эту фотографию и танцующий чувак такой то что его арестовали все теперь все хотят у нее интервью взять еще какие каналы еще известны а не на факс ньюз айбиси а не локал но в по всей флориде и я хуй из нью-йорка мне уже попросила все информации они уже наверное выставили я если честно в шоке я в шоке мы наблюдаем целый день я грязь знали бы они как в наших странах на свадьбах вообще что бывает на наших свадьбах ну смотрите по новостям американским только боже а чё она на фотках другая она была другой она была такой красивая я не верила ты круто вообще выглядишь смотрите какая невеста здесь валерия да ты шикарная вообще молодец кайф а это мужик вот этот у него тоже интервью Покинь его жена, вот он фильм этот, из-за этого. А, фильм такой есть, даже? Он говорит, что это мой любимый фильм в моем мире, в самой жизни. Боже, такие новости! О, боже, сейчас повалят заказы, Валерия. Девчонки, помните, в предыдущем влоге я вам показывала свой чехол от айфон? Вот ко мне пришла подруга со своим крутым чехлом бандольер, про который я вам рассказывала, который стоит 88 баксов, плюс там все фи и налоги, в итоге 100 баксов стоит телефон. Так вот, мы хотели ей сейчас надеть пленку на экран защитную, потому что моя разбилась, я буду надевать себе и ей заодно. И, в общем, она снимает с своего волшебного чехла телефон, чтобы я наклеила пленку. И смотрите, что она обнаружила, что он треснулся в чехле, в бандольере, как-то треснулся, причем она не помнит, что она бы роняла телефон. Может быть, говорит, где-то он висел просто, а что-то там стукнулся, там об дверь, или, ну, да, anyway, да, как все говорят, неважно. Но факт в том, что он в этом чехле, в дорогущем, хотя здесь, в принципе, у меня жестче подклад. Я не знаю, почему так произошло. Она, наоборот, очень бережная, не такая вот, как я, и она даже не поняла. А вот вам и бандольер знаменитый, который, кстати, рекламирует Саша Зверева очень сильно. И вот у них вот такой карман. Сколько у тебя карт здесь помещается максимум? Три и один, четыре. Три карты и ID. А у меня я вам показывала сколько. Но я не говорю, что мой чехол классный, может быть, мои вот эти ручки оторвутся. Потому что в бандольере тут, конечно, выглядит все намного качественнее, что более плотные ручки, более плотная цепочка, да, но не знаю. Для меня главное вот этот кейс, что я могу с собой ID и карты возить, и для меня шикарно 15 баксов и 100 разница. И вот рез, но она не переживает, потому что у нее страховка, в принципе, есть. Ей починят. Ну что, девчонки, буду заканчивать свой влог. Я сейчас для вас, кстати, подготавливаю видео, которое я обещала снять. Еще из Казахстана, помните, Катя мне диету назначила, назначила препараты, чтобы восстановить свой иммунитет, обмен веществ, почки, печень, в общем, почиститься и так далее. Здесь у меня вот все-все-все есть. Я хочу снять, рассказать, что она мне написала, прописала делать вообще, чему я придерживаюсь уже в течение месяца. Я вижу результаты, очень довольная, похудевшая, красивая. Всем спасибо за просмотр, так что ждите новое видео. На этом заканчиваю свой влог. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok